И у меня чуть сердечный приступ не случился, потому что... Издеваются над котиками, смотри! Так, не уезжайте далеко! Ой, ну я тут такую кашу наварила, конечно! Шабушиба, вау, вши! Всем привет! Утро у нас начинается с того, что мы идем в Макдональдс, будем снимать видео, пробуем все меню Макдональдса. Надеюсь, нас оттуда не выгонят, и нам это удастся заснять. На самом деле, утро у нас позднее, мы с утра покушали фрукты, а сейчас, эх, можно сказать, будем обедать. У меня просто дождь капает в глаза. Все, мы погнали снимать, все, что там будет происходить, это будет в отдельном видео, так что встретимся с вами уже после съемок. Мы отсняли видео с едой из Макдональдса, и ситуация выглядит примерно так. Очень много еды, очень много подносов, много того, что мы не доели, и будем сейчас, скорее всего, кормить котиков. По крайней мере, предложим им это блюдо, а они уж там решат. Собрание котиков будет, так думаю, это кушать или нет? Ну, не знаю. А вы что, граф Каповский, это скажете? В общем, мы вас с собой возьмем и покажем вам, согласится ли граф Каповский отведать наше яство. Поскольку на улице идет дождик, все котики попрятались, так что никого нам не удалось покормить из семейства кошачьих. Зато встретили бездолнового, отдали ему часть еды, вот, и сейчас пойдем в отель, там потусуемся, потом дождик, наверное, закончится, и пойдем кормить котиков. Ну, и дальше поедем гулять куда-нибудь в центр, поэтому не переключайтесь. Ну, конечно, сейчас переключатся такие. Вот я, пожалуй, на первый канал переключусь, буду смотреть Малахова. Большая стирка, трата... Или большой стирки уже нет? Малахов плюс. Шутки за 300, еще и старперски не давал. Да я не знаю, что там по телевизору сейчас идет. Ну, как можно переключиться? Нельзя переключиться на шутки нового. Помните, мы сказали, что нам случайно продали все черемои, так вот, часть из них оказались твердыми, а мы даже и не догадывались, что такое может быть. Разрезали. А это не то, что разрезать сложно, это есть невозможно, как камень. Так что, когда будете выбирать эти фрукты на рынке, пощупайте, чтобы они хотя бы чуть-чуть проминались. Это спелый, а вот это дубовый. А спелый, такие вкусненькие. Теперь это один из моих любимых тайских фруктов. Просто кожурка снимается, и вот такая аппетитная мякоть с черными косточками. У нас фруктовый перекус. У нас постоянно фруктовый перекус, потому что мы приехали. Что делать? Кушать фрукты? В СИЗО фрукты. У Сашек вон манго захомячил. Останки. Сегодня мы уже пешочком идем к метро, наученный вчерашним опытом, когда обстреляли в адскую пробку, и едем снимать охоту на кукол. Я сегодня в кофточке Мутне. Это мерч Эречки Эльвиры Т. Я прям взяла несколько мерчей своих друзей в эту поездку. И что-то мне вчерашняя прическа так зашла, что я сегодня снова сделала хвостик. Очень редко ношу хвостик, но было столько приятных отзывов в Инстаграме, что я решила повторить и теперь чаще носить такую прическу. По дороге в метро проходим речку Вонючку, мимо которой мы каждый раз шли по дороге в наш прошлый отель. Вот она, все так же воняет. Но теперь мы ее прям мельком задеваем, к счастью. В час пик, все возвращаются с работы и еще раз вам показываю, в какие культурные очереди выстраиваются люди у вагонов в метро. Смотрите, прям ровненькие, стройные ряды. И мы даже не уверены, что влезем в первый приехавший поезд. Мне кажется, во второй либо в треке только попадем. Один пропустили, пытаемся влезть во второй. Блин, в России бы точно навалились. Всем телом мы влезли бы. Но сейчас нет. Ждем третий поезд. В тесноте, да не в обиде. Да нам привычно вообще. С тайцами обжимаемся, тупимся. Мне кажется, на разу так с тобой не ездили. В час пик метро Тайска. Да, в шесть вечера выдвинулись прям тютелька в тютельку. Канал Дейсунберс не рекомендует передвигаться в час пик по Бангкопу. Общественном транспорте. Да даже не на общественном, на любом транспорте. Сидите дома. Нет, заранее просто надо приехать в центр и гулять. Либо ходить в пешочке. Тут даже эскалатор перекрыли. Спускаться людям не дает. Жесткая. Смотри, какая очередь. Просто, чтобы зайти в метро. Все, мы добрались до ТЦ. Сейчас пойдем снимать охоту на кукол. Так уже непривычно оказаться в цивилизации. Магазины, кондиционер. Прогуляемся, наверное, потом. И, может быть, попьем что-нибудь вкусненького или покушаем. Здесь на каждом шагу вот можно останавливаться и что-то... Нет, это невкусно. Рыбные шкурки хотите? Нет, я хотела сказать, на каждом шагу что-то вкусное. Выглядит хипстерски, но это рыбные шкурки. Тут просто на любой вкус есть вкусняшки. Еще в этом ТЦ продается мой любимый десерт. И после съемок охоты на кукол, конечно же, мы пойдем кушать мой любимый десерт. Я про него не забыла. И подписчики, наверное, уже ждали, когда же во влоге будет этот момент мурашек Руслана. Я оттягивал встречу с ним до последнего, чтобы моя встреча с ним была максимально эффектной. Смотрите, это всякие шапочки для котиков. Шляпки. Это шапочка Care Bear. А, и там, видимо, рандомная попадается вот из этих. Издеваются над котиками, смотри. Котик, ушки котика другие можно подобрать. Давай накупим и уличным котам будем надевать эти шляпки. Не хочу издеваться, не любят они это. Мы сделаем так, чтобы в Бангкоку будут няшные котики бегать. Отсняли охоту, теперь идем за десертиком. И у меня чуть сердечный приступ не случился, потому что, когда мы подошли к месту, где должны продаваться десерты, их там не оказалось. Этого места вообще нет. Там, оказывается, они переехали чуть подальше и вот мы сейчас туда держим путь. А еще мы нашли тут прикольный ресторанчик и заглянем туда после десерта. Там еда двигается по такому. Вот по такому. Мы как раз мимо проходим. А, там тарелочки катаются. Многие наши друзья уже были в таких ресторанах, а я ни разу не была. Мне так хотелось всегда. Избудется моя мини-мечта. Вот она, вот она рыба моей мечты. Тут и появился размер мини. Руслан. Это для тебя. Кушай есть хоть. Ну мини, как раз, что ты должен. Наташа говорит, чтобы я не ел, чтобы себе аппетит не перебивал. Но, если я схожу поужинаю, а потом сюда приду, я не настолько буду наслаждаться вкусом, как сейчас. Это компромисс. Нет, мисс компромисс. Один возьми ты хотя бы. Блин, я же говорю, компромисс хотя бы маленький, либо один. Но вам. Руслан, один. Нет, я бы два. Ты обеешься, но там 600 бат стоит билет в это едальник. А я вижу сомнения в твоем лице. Конечно, ты двумя обожрешься. Никакого сомнения, посмотрите на это лицо. Ни единой капельки сомнения. Я хочу съесть два этих тарта. Я ждал с ним встречи полтора года. Я в ресторан с тобой не пойду. Ладно, иди без меня. Пойду гулять. У них появился не только мини-формат, но еще шоколадный вкус, клубничный, также с вареньем черничным. Надо будет попробовать в мини-формате парочку. Но только после ужина. Может, это вообще другое. Тут написано, чей старт. Да? Да. Всем снова привет. Это Мукбанк с Русиком. Нет мурашек. Все. А зачем ты два мурашек? Потом съем. Ну что, он мини-вкусный, у тебя нет мурашек или просто? Просто уже не в новинку, поэтому нет мурашек. Он вкусный, но я походу просто зажрался. Да. Вкусный, вкусный, как обычно, но мурашки пропали куда-то нету. Больше нет. Я бы хотела такой съесть на десерт, с чайком, после еды. А вот так вот в торговом центре на лавочке у меня бы тоже никаких мурашек от десерта не было. Но с видом он, правда, вкусен, и слюнки-то текут у меня, конечно. Ну что, второй будешь? Второй отключаю. Я же была права. А он остынет. Эх ты. Не, может, конечно, они не просто закрылись и переехали. Может быть, они немножко поменяли рецепт. Такой вроде сразу не замечаешь, но мои рецепторы настолько тонюсенькие, что они сразу заметили подмену. Ты просто зажрался. Да я в прошлые разы, помнишь, каждый закидываешь и каждый раз мурашки. Просто-таки убудут. У нас троих скотч, сейчас у тебя будет мурашка от того, что ты потратишь 600 бат. Кстати, билет туда, то есть... Билет. Ну да, вообще не билет. В общем, стоит 600 бат на человека, заходишь и, видимо, там все эти тарелочки может безлимитно есть. Поэтому готовься поживаться. Сколько можно? Ну, кстати, я в этой поездке еще ни разу не чувствовала чувство тяжести. Ни разу не объелась. Все время чувствую емкость, да, у тебя? Не, ну правда, съедаешь порцию и все, как бы нормально. Нет такого переедания. А вот мне кажется, сейчас оно будет, потому что все включено, ешь сколько хочешь. Ну там все равно мелкие все эти кусочки мяса, не знаю, тяжело, мне кажется. Ладно, посмотрим, все. Сейчас все расскажем, сейчас все увидим своими глазами. Зачем гадать? Здесь очень холодно, я мерзну, это, пожалуй, пока единственный минус. Тут сейчас что-то происходит, официант не говорит на английском и очень тяжело объясниться, что она хочет и что мы хотим. Вопрос номер два, как это готовить? Ты думаешь, как, что? Садяшка, да, можно, знаю. Короче, нам нужно кидать ингредиенты вот в этот суп и варить нам супчик самим. Вот, все, что мы хотим, можно оттуда брать, плюс можно кушать роллы. А девушка подошла, она хотела принести нам то, чего нет, например, здесь в наличии. Мы можем дозаказать здесь, все из этого листа. Я вообще ничего не понимаю, думаю, зачем мне заказывать, если все здесь. Вот, здесь все на английском было написано, и она почему-то нам сразу не принесла хотя бы вот такую английскую инструкцию. Поймал грибочки, посмотрим, что из этого получится. Мне. Какие на тебе там мешки? Да зачем ты ее кинул? Ее нужно держать, ты потом ее не найдешь. Посмотри, нам сказали суп сварить. Да? Хотя ладно, здесь есть половник. Нет, нет, мы здесь варим суп, а мы еще можем столить за роллами через кушку. Ладно. Так, не уезжайте далеко. Сейчас себе сделаю грибной суп с двумя видами грибов. Груша, у тебя там все как грибы полы? А зачем нам 100 кг мяса, которое ты заказала? Я не заказывал, Наташа, ты спрашивала у тетеньки на входе. Нет, ты говоришь, давай пополнись с мясом, а я думаю, зачем мясо? Ну ладно, давай жевать. Надо попробовать пополни. Варить мясо в том яме. Что вообще происходит? Можешь меня тоже кинуть туда? Я жду минутку. Нет, я буду его есть. Ага, попробуем, как у меня грибочки получились. Они не сварились? Ну, нормально. Супец такой очень остренький. Так мясо стало выжить? Ну да, это что, мясо никогда не было вареное. Я окунаю его в стол. Слушай, а мы так все остро, осторожнее. Давай, давай. Контент хочешь сделать, да? Очень вкусно. Или восторожнее. Нет, терпимо. Достаем мясо. Очень вкусно, мне нравится. А ты говоришь, что я мясо брал, очень вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что ж, мой том-ям получился весьма специфичным, очень специфический. Здесь и кукуруза у меня, и какой-то ливер, и курица, и мясо, и грибы, и вообще все-все-все-все, но мне вкусно. Как думаете, закинуть Руслану в суп голову рыбы, пока он не видит? Я не знаю, вареное оно или нет, это проверка. В смысле, я же тебе проверил. Но оно... Оно сырое. Да, оно сырое. Это была попытка сделать... как вам? Яйцо пошел? Посмотрим, получится или нет. О, я тут такую кашу наварила, конечно. Очень аппетитно выглядит, Наташа. А мне вкусно. Горячее все, хочет. Мы что-то неправильно поняли, заведение уже закрывается, но мы, к счастью, все успели. Мы успели объесться. У меня даже арбузик сейчас с трудом влезает. И если пойдете в это заведение, то мы вам рекомендуем не брать платиновый буфет, а брать обычный. Он на 100 бар дешевле. Почему его нет смысла брать? Потому что мясо, во-первых, один вид есть и на самой вот этой раскладке. Плюс там есть рыбка, есть курица. Поэтому без вот этой дополнительной галядины, свинины и бекона вполне можно прожить. Здесь просто объедалка и так. Очень вкусно, очень разнообразно. Крутой экспириенс. Правда, очень советуем хотя бы раз в жизни побывать в таком местечке. Очень круто. Ну и вообще смешно, то, что так еда периодически подъезжает к тебе. Каждый раз что-то новое вылавливаешь. Так, о, это я еще не пробовал. Это тоже не пробовал, давайте. Пока-пока, роллы. Мы уходим. Мы вас не доели, к счастью. О, здесь что, такая еда была? Хорошо, что я это не видела. Это креветка. Все. А были мы в этом ресторане. Шабу-ши-бай-ой-ши. Шабу-ши-бай-оши. Уши-бай-ши-ши. Это тебя Косё Гасанов учил разговаривать, да? На китайском. Забыли сказать. Ресторан находится в торговом центре Central World. Мы решили до дома прогуляться пешочком, чтобы растрясти весь наш ужин. До дома идти нам где-то минут 40, и по дороге мы хотим заглянуть на массаж ног. Здесь надпись «Спаси планету, скажи нет пластиком и пакетом». Это они пишут на стенах, а сами просто пакеты вот так шпигуют. Ужас. Сами себе противоречат. Ну, в смысле? Где-то в одном месте написали, но не все же сразу будут этому следовать. Нет, понятно, но... Я очень надеюсь, что в Таиланде когда-то до этого дойдут. И желательно поскорее. Мы снова на нашем насиженном месте. Все дороги после массажа ведут только сюда. Мы хотели домой пойти, но все-таки дурян нас заманил. Мы дуряновые маньяки, дуряновые наркоманы. Но пока мы здесь, грех не насладиться. На рынке, кстати, забавно. Поскольку он работает круглосуточно, там люди даже спят в перерывах между работой. То есть идешь, и прям плотно ряды спящих людей, и никто ничего не крадет. Да, и не боятся, что у них что-то украдут. Это удивительно. Покажи, красивый у тебя сегодня дурян, Наташа? Как обычно, выбираю всегда однородный, разделенный на три кусочка. А у Русы, по-моему, не очень дуряновые, как обычно. А, не, мягкий. Сори, зря тебя испугало. Кушай, наслаждайся. Буду кушать и наслаждаться. 150 батиков. Зимой такой кусман, но батов, наверное, 300 минимум стоит, 350. До встречи. До встречи. До встречи.